С нами на связи Абубакар Янгулбаев, правозащитник из Чечни, экс-сюрист комитета против пыток. Абубакар, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Абубакар, а как бы вы ответили на этот вопрос? Мы, в принципе, знаете, вот с него начинали и заход в эту тему. А хотят ли россияне войны? Мы можем ли как-то вот это, я не знаю, прочитать, пощупать или как-то проверить? Потому что даже если это исследование там проводит, в частности, там и Левада-центр, то тут возникает вопрос, а насколько мы вообще склонны доверять тем данным, тем цифрам, которые нам предоставляют российские социологи? Мне вообще кажется, на самом деле, вопрос, хотят ли население какой-то страны войны, да или нет, может быть, не совсем актуально, но другое дело, сопротивляются ли они этой войне? Высказывают, как часто высказываются, за или против войны? И насколько большой пласт того населения, который индифферентно к этому относится? Бездействие — это тоже действие, а бездействие тоже может быть преступным. И поэтому тут не сколько... вопрос стоит не столько в том, поддерживают люди войну или нет, а сколько действий против войны вообще происходит в среднем коэффициенте? Она говорит, ну какой же нормальный человек хочет войны, все хотят мира, но если вот там наверху лучше знают, да, он же президент, он лучше знает. Где-то вот так, в принципе, перефразируют, говорят россияне обычно. Ну а вот давайте еще вот о чем поговорим, учитывая, что все-таки после мятежа, мятежа, этот, так сказать, ну скажем так, волна до сих пор происходит, она, ну есть некоторые последствия в Российской Федерации, по-разному ее воспринимают. Ну и вот добавим информацию к этой теме, что следующей жертвой кремлевского режима после убийства главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина может стать и глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом заявил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в эфире нашего телеканала. И по его мнению, Путин больше не справляется с ролью арбитра, скажем так, между кремлевскими группировками. Как отмечает Гудков, физическое устранение Пригожина показало, что разборки группировок уже выходят наружу и впереди разборки с Кадыровым. Давайте услышим и потом обсудим. Потому что это тоже один из сейчас, по сути, главный оппонент российской государственности, государственных структур, потому что Кадыров имеет частую армию, хорошо подготовленную, и Кадыров имеет серьезное влияние в обход всех силовых структур. Это многим не нравится, и я думаю, что впереди мы еще увидим много разных конфликтов. Это ФСБ против Минобороны, это силовики против Кадырова. Кадыров уже создает нестабильность на всей территории России. Если раньше он был, скажем, царем только в своем огороде, он сегодня пытается свои порядки продвигать, и они, в принципе, продвигаются, эти все порядки, на территории Российской Федерации. То есть уже разборки, пытки, это уже стало нормальной практикой не то, что Чечни, а даже в Москве уже пытают, политических заключенных. Это мы знаем, насилуют там, чем только не насилуют, от бутылки из-под шампанского, гантели и прочее, прочее. Поэтому Кадыровизация, да, она уже идет полным ходом, вот, и здесь рисков, конечно, больше от превращения, как бы, России в большую Чечню, потому что это тоже... Вот, Абубакар, как вы считаете, действительно ли вот эта, скажем так, волна неудачного мятежа, который не дошел до Москвы, может поселить такой страх, что даже будут опасаться и, возможно, Кадырова, и кадыровцы, учитывая то, что, давайте также напомним нашим зрителям, что кадыровцы, если я не ошибаюсь, все-таки подписали с Минобороны Российской Федерации контракты. Как вы считаете? Или тут уже какой-то сталинский синдром у Путина действительно проявляется? На самом деле я немного... Я хотел бы, чтобы Гудков был прав в части того, что Кадыров следующий, но я не вижу никаких предпосылок, что Кадыров будет следующим, просто потому что Кадыров, вот как сейчас, настолько верен Путину, он не был вообще никогда. Если вы говорите, когда-либо у него на чеченском... То есть у него как бывает? На чеченском он говорит одно, на русском другое, потому что то, что на русском, точно дойдет до Путина, точно до него донесут, либо это может стать... Такие слова могут стать резонансными в медиасфере. И так часто бывало. Но все то, что он говорит на чеченском, оно обычно остается внутри Чечни. И вот раньше он позволял себе говорить такие вещи, как мы этому Путину покажем, мы свою независимость возьмем. И вот такие речи у него были. Сейчас нет, у него даже мысли об этом нет. И вопрос о том, что он может быть следующей жертвой, я бы с удовольствием поддержал бы эту идею, что он будет следующей жертвой именно такой же прямой расправы, где мы точно знаем о том, что это за его какие-то, скажем, предательские, в кавычках, действия перед Путиным. И окей, я рад. Но, к сожалению, таких предпосылок я не вижу. Но есть там другие предпосылки от того, как мы в целом можем избавиться от Кадырова, это состояние его здоровья. Но человек живучий. И другое дело, тут немного у Гудкова, как мне кажется, то, что я услышал, небольшое такое заблуждение в той части, то есть определять Кадырова как отдельную вионизированную структуру. Но это совершенно не так. Даже те же Кадыровцы, которых мы называем, и я их называю, и пишу о них, и рассказываю, они все-таки были под Росгвардией. Они все свои контракты заключали с Росгвардией. Поэтому, именно только поэтому, Кадырову дали генералу Росгвардии прямо буквально через месяц после начала войны, для того, чтобы он мог аккумулировать всю эту историю как минимум формальные части. И именно эти части, которые были Росгвардейскими, их переоформили в Минобороны, потому что в целом вся система переоформилась под Минобороны, так как один центр, через него легче и деньги выплачивать, и оружие выдавать, и снаряжение. С мнением у меня. А как вы думаете, почему, скажем так, действительно в риторике Кадырова временами были смелые заявления, что изменило его позицию? И он стал таким преданным псом, если так можно сказать. Страх просто бесконечный, максимальный, полностью пронизывающий все вены его. Страх перед Путиным, перед примером того, как Путин расправился с его отцом. И Кадыров прекрасно понимает, что если не он будет идти на грязные преступления, на оправдывание своей покорности и доказывание этой покорности перед Путиным, с которым произойдет то же самое, что и с его отцом. И ему об этом часто напоминают. Будешь дергаться, сделаем то же самое, что и с твоим отцом. И дальше будет продолжение над твоей семьей. То есть, да, тут идет история о том, что вся страна становится какой-то КГБшной, или, как говорят, КГБшной. Не знаю, что вот все насилие. И не только насилие над прямым конкурентом, не просто над преступником, а над политическим конкурентом. И дальше это насилие может распространяться и на семью, и родственников этого конкурента. Скажите, Абубакар, после неудавшегося, ну, хотя некоторые люди говорят, что, в принципе, сделал свое дело пригожено, вот так называемым, как там, марш справедливости, да, на Москву, который они пытались организовать. Кто-то верит, кто-то не совсем, но в целом, не получается ли так, что вот Путин вот сейчас, да, и его вот это всевластие, оно было подорвано. И, в частности, вот подобные люди, да, как тот же Рамзан Кадыров, ну, в этом плане, в этом плане они могут чувствовать определенную слабину со стороны кремлевского режима, ну, и, соответственно, составлять определенную ту конкуренцию, о чем, в частности, вот до вас говорил вот в этом интервью господин Гудков. Мне вообще, на самом деле, по поводу того, что произошло с Пригожиным и с его маршем... Ну, да, да, в кавычках, да. Да, да, вот как будто бы, наоборот, Путин победил, и это вот на Пригожина говорили, что вот он единственный, который может что-то поменять, что-то сделать, и так далее, и так далее. То есть из явно очевидных, явно видимых вариантов, что мы наблюдаем, что мы можем точно сказать, вот это возможно. Есть человек, у него есть зрение, какая-то там идея, я не говорю, что там мы согласны с этой идеей, ну, вообще, он за нее топит, у него есть ресурсы, он может забивать самолеты, вертолеты, вести войну на разных участках мира вообще, да. То есть это такой человек, который действительно мог перевернуть страну, замутить гражданскую войну, либо военную революцию, переворот. И это не получилось, это не произошло. И пока то, что я наблюдаю, то, что я слышу, вижу, это то, что Путин смог подавить военный путь еще вот в зародыше. Потому что там с ним же был и Суровикин, который также отвечает за фронт, его посадили в тюрьму, там еще ряд людей, которые были... Это не просто так же происходило. Вот, Путин вроде бы как с этим справился, но это придало, может быть, немного уверенности изначально. Чем дальше он идет, тем больше он параноид. Я имею в виду Путин, больше параноид. И это как раз таки и может стать из-за его психологической нестабильности, его краха. Чтобы эту историю, знаете, вот как-то уже с ней закруглиться, потому что есть разные СМИ, которые предполагают, понятно, они ссылаются на определенные свои источники, где-то там в башнях Кремля, они говорят о том, что Путин и его окружение, они предполагают, что подобные мятежи могут возникать и в дальнейшем. Как бы вы оценили такую возможность? Да, возможно, но пока я не вижу кандидатов. Но это, опять же, кандидат может быть неочевидным. Это может просто какое-то подразделение может резко выступить впротив, может быть, чем-то недовольным. Но пока непонятно. Прямо сейчас непонятно. И сейчас давать какие-либо оценки я бы не стал. Абулакар, смотрите, вот мы говорим с вами, и в принципе, да, вот мы начинали эту тему, вот, знаете, так ее мы озаглавили, да, почему граждане Российской Федерации, они терпят насилие. Да, и мы ссылались на данные социологов, мы ссылались на данные исследования, вот это дозволенное, недозволенное, да, специально для Комитета против пыток. Вы представитель были, соответственно, на определенное время экс-юрист, так мы вас также титровали, Комитета против пыток. Ну и там они, это в материале «Настоящее время», соответствующая статья, я рекомендую всем ознакомиться, очень даже, знаете, популярно, так сказать, объясняют, а почему, почему люди в Российской Федерации, ну, понятно, возможно, не большинство, да, но те, кто сталкивался, они воспринимают как-то, знаете, то насилие, которое проявляют и по отношению к их там согражданам, и к ним самим, но как-то воспринимается, если не благосклонно, понятно, это нельзя воспринимать благосклонно, но как-то свыкаются люди, и делается определенный вывод, что, в принципе, вот на том фоне таком, да, эмоциональном, информационном, когда на протяжении всей, да, независимости Российской Федерации, после распада Советского Союза, и Ельцин, и тот же Путин, они насаждали, вот это понятие врагов, врагов, кругом одни враги, Запад Летворный, НАТО у границ, и так далее, и так далее, создавая там врагов, таким образом, да, таким образом, это насилие по отношению к тем инакомыслячим, ну, по сути, объясняя, почему оно, ну, оно может выглядеть нормальным, да, вот так, я извиняюсь, конечно, насилие не должно быть нормальным, но так оно воспринимается, да, оно, по крайней мере, из понятия невозможного становится понятием понятным для большинства. Согласны ли вы вот с такой трактовкой, и действительно, по сути, и насилие сейчас в нынешней Российской Федерации, ну, оно, знаете, вот оно рядом, и люди понимают, за что, почему и как, но, к сожалению, большинство ничего с этим поделать не могут. Совершенно полностью, да, согласен. В России действительно очень высокий уровень толерантности к насилию. Насилие может даже оправдываться тем, что человек, который был подвергнут насилию, сам виноват в этом, так как он что-то сделал такое, что нельзя было делать. Даже если это сделанное не является преступлением, то есть даже за неприступление, если человека подвергают пыткам, а пытки это, по идее, только то, что насилие со стороны чиновников, сотрудников полиции, есть других силовых структур. И люди это оправдывают, люди либо люди это отрицают, либо люди это понимают. И есть эта горстка людей тоже, которая борется против, пытается себя защищать, пытается других защищать, но, к сожалению, эти люди в сильном меньшинстве, и чаще всего эти люди рождаются только после того, как проходит этот конвейер пыток. А само государство это используют в целом, как и очередную пугалку для населения, что вот если не будете слушаться, это, кстати, очень часто было, часто ребята, которые после митингов выходили, или пикетов, их забирали, и сотрудники полиции с ними общались, и они говорили прямо, ты знаешь статистику в России пытков, ты знаешь статистику о судебных решениях в ЕС Почет, Европейском суде по правам человека, что мы находимся на таком-то месте, передовые места в России, на жизни первой, по-моему, вот, вот, вот доказательства того, что мы творим. как бы неофициально, они этим даже, не то чтобы защищаются, то есть доказывают свою правопригодность, я имею в виду сотрудники полиции, и пользуются этим для того, чтобы пугать людей. А у людей нет возможности бороться с этим, это все равно, что пытаются все равно, но опять, как это выглядит, полицейские тебя пытают, ты получаешь свою некую свободу, у тебя травмы физические, моральные, психологические, материальные могут быть, и после этого ты должен обращаться за помощью, опять же, в эту же силовую структуру. Даже если ты обращаешься не в эту же полицию, а, допустим, в прокуратуру или в следственный комитет, и что он рука руку моет, они вместе, а это коллеги, по идее, это все равно, что обратиться опять к насильнику. И поэтому государству даже выгодно поднимать этот уровень толерантности к насилию, потому что люди проще относятся даже к смертельнику, себя. — Действительно, тут стоит все-таки может немножечко раскрыть эту тему, как противостоять. Вы уже так начали об этом говорить, чтобы вот кроме знания своих прав и обязанностей силовиков, как еще, возможно, суметь зафиксировать, что ли, это насилие, чтобы потом, возможно, защитить свои права. и вот насколько сложно в принципе доказать то, что совершались пытки над заключенным. Вот такой аспект моего вопроса. самое первое, самое главное, что необходимо делать после вообще пыток, это зафиксировать сами травмы, обратиться в ближайшую поликлинику, больницу, самому сделать фотографии, если есть линейки, проложить ее к своему телу, провести видео, и опять же, получить от врачей необходимые документы с фиксацией ваших травм. Дальше необходимо либо обращаться к юристу, либо обращаться к специальным адвокатам, специальной организации правозащитной, и либо совместно, либо самому, опять же, подать заявление о применении насилия в отношении вас. И дальше уже будут вестись, это самое базовое, что можно и необходимо сделать. Конечно, вы можете дополнительно опрашивать свидетелей, вы можете попытаться зафиксировать процесс извиения, хотя бы на аудио как-то в телефоне, телефон с включенным диктофоном положить в кармане, и это тоже будет дополнительным доказательством. И доказать, что вас пытали, на самом деле, несложно. Сложно добиться от следователей того, что вас пытали. То есть возбуждение уголовного дела, во-первых, это даже тяжело, они даже возбуждать уголовные дела не хотят, а дальше уже проявлять уголовную ответственность и виновного сотрудника очень тяжело. И есть просто огромная куча дел и предварительных проверок, и в том числе даже уголовных дел, где есть факты применения насилия с конкретными сотрудниками полиции, с конкретными видео, фотофиксациями, медицинскими документами, с медэкспертизами, полный пакет доказательной базы, но следователи не возбуждают уголовное дело, руководствуюсь тем, что если они будут наказывать своих же оперативников, эти же оперативники пытают людей, то у них не будет никаких ресурсов бороться, так скажем, с другой преступностью, с которой они якобы борются. То есть для них цель оправдывает средства, пытки для них это механизм для того, чтобы добиваться признаний и раскрывать преступления. То есть для силовой системы в России пытки это один из методов борьбы с преступностью. Как бы это ни звучало, но как бы это не мочилось в голове у них, но вот для них это так. Бабакар, да, благодарим вас за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Бабакар Янгулбаев, правозащитник из Чечни, эксерист комитета против пыток был с нами на связи. Спасибо.